МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный молодежный театральный форум МартКонтакт-2016 – это прежде всего встречи. Встречи с творческими людьми, с талантами и мыслителями. Гости форума – люди неординарные, и каждая встреча с ними – это целое событие. Проходит праздник, уходят впечатления, но остаются их голоса. Каждый спектакль – это ответственность какая-то, я считаю. А надо быть безответственными и легкими. В этом парадокс профессии. Я помню, вот когда мы... У нас первый год мы были в театре, сейчас мы уже 5 лет нам. И мы приехали, и здесь публика очень хорошо нас принимала. Я даже... Вот там уже, видите, я помню, были отзывы людей. И вот есть боку места, где у нас такой спектакль, много где мест, и там не все видно было, очень много не видно было. И кто-то из зрителей написал, это так вдохновило. Мы почти что ничего не видели, но со вниманием все прослушали. Слушай, да, это я запомнил. Вот в идеале должен быть честный театр, честный разговор со зрителем. И зрители это любят, и он начинает ходить в театр тогда. И с ними их заставляют задумываться, плакать, порадоваться. Ну, Шукшин удивительный автор, конечно. Он, как и... Нельзя сказать, многие, но, в общем-то, наши хорошие писатели все равно трогают душу и городского жителя, и сельского жителя, и сейчас, и тогда, и в будущем. Я думаю, что просто их теплота, она, безусловно, подкупает. И, возможно, городскому жителю, современному, который в каком-то безумном ритме живет, увидеть их, полюбить и, ну, захотеть в себе что-то изменить, наверное, в этом актуальность. Любая новая площадка, любой новый ввод – это такая встряска в хорошем смысле и для спектакля, и для артистов, который мобилизует и дает новые какие-то, ух, открытия делает в спектакле. Ну, вот мы уже наносили... Двои же, наверное. Мяска для любого театра, для любого спектакля. Всем говорю, что я был на первом, на третьем, на пятом, на седьмом. Потом девятый пропустил, так как фестиваль «Март Контакт» не нашел площадку ни для одного моего спектакля, ни для следующего. Да, то есть потом там оказались дорогие. И три спектакля, которых я сюда не привез, хотя очень жалко. И что сейчас, да, то есть вот одиннадцатый фестиваль, да, то есть как бы для меня всегда, да, то есть праздник, Могилев. Это и моя последняя премьера, которая была в сентябре, и «Март Контакт» пригласил меня на этот спектакль. Есть такая еще глупая фраза – театр должен воспитывать. Это что за ерунда? И мне просто интересно у этих людей узнать, какой они посмотрели последний спектакль или фильм, который их воспитал. Да, то есть как бы театр должен задавать вопросы. Театр – это здесь и сейчас. Фильм можно снять там и посмотреть его через 20 лет, либо через 100 лет, да, то есть как бы возможно. А театр здесь и сейчас, он должен шокировать, он должен провоцировать, и зритель должен выходить со взорванной головой, на мой взгляд. Вы, нет, не вы, вы умеете петь, как птичка. А вы умеете петь, как птичка? Нет, а я умею петь, но не буду. Абсолютно молодежная пьеса. Да, она поставлена для молодых, именно для подростков, для молодежи. И поэтому мы выслали сюда, и вот руководство фестиваля нас выбрало и пригласили на этот фестиваль. Это такая была акция своеобразная, чтобы вернуть молодого зрителя в театр. Потому что вот многие родители подходили, говорили нам спасибо, и говорили, знаете, дети перестали ходить, не можем заманить в театр. И тут вдруг музыка, матэ-бэнд, да, кто-то сказал, что хороший спектакль, они, дети, приходят, смотрят этот спектакль, и после этого говорят, мы хотим посмотреть весь экспертуар этого театра. Если человек один раз пришел, второй раз пришел, это на всю жизнь. Он будет ходить всегда в театр. И вот этот спектакль, такая спектакль-приимка для молодежи, театральная. Мы стали разными государствами, но мы говорим в одном языке. Мы относимся к другу, как бы, не то, что к братьям, как бы, да, мы все одинаковые. Нет ощущения, что это другая страна, ощущения, что это дом, но все равно. И вот этот взаимообмен, он необходим, и он существует, и слава Богу. Вот, видите, я встретил своих замечательных людей, которых я очень люблю на этом фестивале. Да, из ведогон театра, да, и вот, в общем, не виделись сколько, ну... Да, ну, ты говоришь, лет десять, может, больше встречаемся на фестивалях, да. Вот так. А вы как у тебя? Ведогон театра Москва-Зеленоград. Да, да, вот, видите, а вы говорите, нужно? Конечно, нужно. Ой, Грицко, Грицко, Грицко! Какое счастье! Какое счастье! Она нас выпала, что случилось это приезжают с призраком и посадили нас! Спектакль, который сейчас приводим, «Щинель», ему в последующем году исполнится 25 лет. Он играл по всему миру, на девять языков, куча наградов и так далее. Этот театр очень мне просто сразу вот так. Ну, знаешь, когда входишь в зал и ступаешь на сцену, и вдруг понимаешь, что это твоя сцена. Здесь случается что-то, есть такая энергетика, он очень красивый. Притом, здание ничего не значит, конечно, когда внутри люди, которые занимаются его исполнить духом, не такие прекрасные, как здесь. Отсюда всегда есть что-то забрать. И прежде всего, любовь и очень прекрасные люди. Самое важное – это общение между людьми, которые делают театр. Спектакль, он непростой, сложный. Сделан он по первому варианту знаменитой пьесы Горького «Васса Железнова». Как известно, Горький написал один вариант до революции, а потом, спустя какое-то время, уже в советское время, в 30-е годы, он написал второй, совершенно другой вариант, хотя героиня тоже – Васса Железнова. Но там очень различаются сюжеты, некоторые персонажи. Этот спектакль наш первый раз выезжает куда-то со своей площадки. У нас маленький театр и, в общем, маленькая сцена. И мы вот сегодня весь день с вашими коллегами, работниками Могилевского театра, пытаемся наш спектакль вписать в пространство этой сцены, чтобы зрители Могилевы увидели этот спектакль именно в том качестве, в каком они должны его увидеть, так как видят его наши зрители. «Играл в больших сценах. Здесь очень близко сидит зритель, сидит зритель, и это как бы очень интересное ощущение, так близко ощущать зрителя и вот общаться с ним. Это как бы очень интимно получается. И очень хороший зритель, очень подготовительный. Это из-за того, что ежегодно у нас, у вас в городе происходит международный фестиваль. Белорусский зритель, это очень так, внутри это не показывает чувства. Вот это здесь бурлит. И очень вот я вижу глаза. Это позволяет вот эту сцену зрителям, потому что мы очень близки стоим. Я чувствую, смотрю прямо в глаза, все это внутри, они не показывают. Вам как нравится фестиваль? Нашла! 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 На картошку приезжала, Алюнька за мной стала ухаживать. И в город себе поехала. Трещепатка в него вживлится, что ему дабят. Бракованные люди – это более такая уже камерная история. Это история такого любовного треугольника. Но мне кажется, на самом деле, что бракованные люди – это тоже такой белорусский спектакль, так ее можно назвать. Потому что, ну, читая ваших современных драматургов, там, того же Дима Богуславского, у вас есть вот эта такая невысказанная, потаенная какая-то история. То есть вы очень тихие, мне кажется, внешние, очень бурные внутри. Меня в Минске поразило в ноябре, когда я иду по улице, и тишина. И я так, потому что у нас, вот, у нас, вот даже мы разговариваем громче. То есть у нас ребята, мы когда приехали в театр, а мы так растянулись по всей улице, идем и что-то кричим друг к другу. Вот мы с грузинами классно общались, вот потому что темперамент очень похож. А белорусы все-таки, они такие более европеизированные, несмотря на то, что вы как бы ближе тяготеете все-таки в другую сторону. Но вот на самом деле, если вот побывать там в Литве, например, да, они тоже такие, они немножко тише, вот это все немножко другое. Поэтому вот у вас, меня это вначале так угнетало очень сильно, что у нас в Киеве отсюда музыка играет, ты идешь вечно, как будто ты не один, а тут ты так оказываешься один. Еще Минск, он такой, знаете, широкий, идешь по этой улице центральной. Но на самом деле это очень, ну в этом хочется разобраться. Это только мелодии, песни, танцы и такие маленькие смешные этюды. Первый контакт был такая хорошая тишина. Все, мне кажется, таким, они очень слушали нас. Потом чуть-чуть расслабилась публика и очень хорошо, мне кажется, приняло. Я очень рада, что полный зал. Очень приятно быть у вас. Это хорошая атмосфера, хорошая публика. Три года, где мы учились и танцевать, и петь, пол коллектива у нас было, которые танцевали, а пол, которые пели. И так мы потом с режиссером поехали в Клейпеду, потому что мы в Вильнюсе первый был курс. Это много историй. Каждый ботинок, мне кажется, может сказать свою историю, где он ходил, что он чувствовал. Может, он танцевал, может, он пел, может, он работал в фабрике. Вот это последняя сцена, которая, мне кажется, это и рассказывает. Мне кажется, это как... Вот если я был зрителем, я, мне кажется, смотрела, и моя фантазия, это была бы моя фантазия. Может, у другого это была бы какая-то другая. Да, заводимся друг к другу. Смотришь на партнера, и он меня, я его, так уже есть. Энергия так и работает в сцене, мне кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok